ребятки всем привет с вами роман шкудер компания force life специально для наших партнеров компании a market сегодня проведем очередной обзорчик рынка криптовалют посмотрим что у нас помните ребята сразу же на графике что я показывал что bitcoin скорее всего достигнет цели 28 30 тысяч мы увидели уже даже выше 28 и о чем это говорит ребятки что после сильного движения нету отката значит будет продолжение движения по тренду думаю сейчас мы дойдем 29 32 вот плюс-минус но я уже бы здесь ребята очень внимательно если вы хотите брать то тут надо внимательно потому что в любой момент у понятно есть поджатие такой треугольник рисуется но внимательно потому что могут ли вами дать откат то есть вниз там на минус там пять семь процентов в любой момент все и кстати у нас сегодня кстати выходит процентная ставка по фрсу если не ошибаюсь 21 киеву или 22 там надо посмотреть по времени думаю что рынок этого ждет и возможно если ставку понизит то вообще увидим там и 32 может быть за один день это вот так вот поэтому видите сильное движение о чем я говорил то есть когда она еще здесь была я об этом говорил да было снижение это за счет silicon valley bank а в америке за счет там банкротства я думаю за это если бы этого не было думаю максимум что мы могли бы отсюда пойти но видно что поджимали всех вынесли кто брал здесь 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 и так далее по стопам по маржин колом и потом уже полетел дальше без всех наверх скажем так вот что здесь уже никто не покупал все просто очень сильно боялись по bnb bnb ребят сейчас вот как раз начинает консолидироваться выше уровня 334 32 в целом точка есть неплохая можно со стопом зайти правда тут потенциал не понятие но я думаю что он наверно на 400 пойдет если все нормально будет здесь вот прошел уже много очень внимательно с такими точками красиво рисует но таких точках часто бывает что в начале идет вниз всех выносит а потом только летит типа типа где-то сюда но все равно точку рисует неплохую можно даже со стопом нормальным тут взять там три процента стоп и если пойдет то заработать значит по bnb пока что наверх дот ребята дот хорошо было бы 5 и 76 долларов сейчас он находится чуть повыше 6 и 2 но в целом от 6 можно рассмотреть со стопом где-то 5 вот здесь большой стоп будет 30 копеек ну где-то 5 процентов от 6 долларов и с целью там 7 и 2 7 и 5 то есть дот неплохо тоже стоит думаю что должен с консолидации должен куда-то выйти эос ребята эос у нас дошел опять до уровня 1 и 2 и смотрите опять откат и значит 103 вот опять если будет возврат можно рассмотреть 103 10 то есть вот тут вот с этой точки пока что здесь вот ну такое себе то есть он уже сходил хотя может где-то вот отсюда там 112 что-то рассмотреть можно то есть со стопом если что но перед уровнем не знаю ребят тут пока что уже такое и он не сильно прям такой же ходит вот эфир получше смотрите пробил эти все уровни вот закрепляется где-то 730 710 со стопом желательно конечно 600 вот здесь он это большой конечно стоп ребята он тут можно и высидеть нормально то есть там порядка 100 100 долларов стоп но можно думаю 300 500 выси если пойдет ну хотя можно и за уровень пробовать поставить вот сюда вот но тут червято том что если будет хвост могут достать ребята ну хотя можно будет перезайти если опять будет может куб живу чтоб не ставить можно поставить просто за 700 если достану to перезать и потом вот и все если будет . входа конечно поэтому сейчас вот эфир смотрится тоже шикарно думаю что 2 200 мы должны достать а возможно даже и там 2500 никто не знает точно ребята куда там дойдет но с хороший уровень следующий такой вот а вот здесь вот 2 300 хотя 2 300 2 500 я думаю что 2 300 2 500 2 700 вот это вот диапазон фиг его знает где тут точно думаю 2 400 вот эта точка с которой постоянно были какие-то выкупы вот это будет следующая цель вот смотрится он классно честно вам скажу light coin там у нас холдинг вроде бы летом где-то в августе думаю что до холдинга еще до июня может порасти ну тут цель 125 130 брать его конечно сейчас даже не знаю откуда честно вам скажу тут ходит что-то пилит вот уровень здесь здесь ну разве что это с этой точки можно просмотреть его ну такое сейчас вот понаблюдать думаю 77 78 можно что-то посмотреть будет что у нас по снпишки ребятки по снпишки протестировали нисходящую линию тренда снизу то есть вот она по сверху они снизу сверху протестировали отбились и вот сейчас сейчас она начинает идти теперь цель 4 там сто семьдесят четыре двести пробивается если туда идем дальше думаю там на 4 4 600 4 800 соланчик соланчик значит у нас что здесь ну доходил почти до 15 немного не достали здесь что 20 с половиной ну вот это вот 26 уровень сопротивления до поддержка ну можно рассмотреть и отсюда бог его знает сейчас видите на хаю я такие точки не очень люблю хотя видите можно привязаться к этому там 22 и поставить стоп то 21 и 4 ну плюс минус вот может она исходить вот сюда то есть желательно стоп вот сюда прятать то есть топ это вот будет более правильный стопец но как бы честно скажу ребята я такие точки не люблю хотя поджателем такого тригольника могут и дать наверх если сейчас рынок пойдет но уже после такого роста могут и от к дать а потом только то посадить сюда на 20 а потом только пойти это тоже реальный шанс тут уже как бы на страхе риск но главное со стопом ребята потому что хотя на ставки могут начали дать хвост а потом резко выкупить пойдет то есть тут тоже момент трик смотрите что сделал вниз ходила резко выкупили обратно вот сейчас уже тут опять консолидация на 0 0 4 4 3 наш уровень отмечен вот как он отрабатывает просто шикарно вот тоже с этой точки реально вот хороший хороший вход нормальный стоп и потенциал ну первое сюда но я думаю что он и сюда пойдет если пойдет трон как бы он сейчас ну и потом следующие зоны вот они вот это вот . тоже будет уровнем следующее он вот это вот 0 0 9 дальше уже там потом будут хаи какие-то идти ну хорошо он стоит в целом как бы но видите он последнее время тупо вранить даже его тренда как такого последний раз декабре вот это был тренд 20 теперь тупо широкий раньше никуда не идет цена для можно что-то половить по нему тоже люман ребята люману вчера дал такой хвост ведь тоже от уровня вот . прям было шикарно просто кто реально вот делал молодцы то есть вот от уровня . и вот 0 9 я бы наверное даже выше сейчас взял вот эту точку вот это вот так я думаю даже надо сделать и потом здесь вот зажата сейчас 0 92 и 3 вообще спрят туда откатились если будет здесь ребята стоять нормально держаться то есть консолидация какая-то побольше даже на четырех часовиках лучше смотреть да видите движение прошло такой же импульс был лучше пока не лезть то есть обычно такое могут засадить но если постоит нормально будет стоять может пойти дальше цели дома будет 0 12 0 13 вот сюда хорошо люман сходил значит что здесь у нас это у нас рипл кстати рипл ребята я помните говорил кто имеет терпение можете можете реально вас за этим подоблюдать и смотрите значит ну или взять ну он вышел вот сейчас до выход 0 42 и 4 вот лучше что был бы ретест сверху вот сюда вот ретест он был в этой точке ретест типа и вот отсюда я думаю что дальше может быть какое-то там движение сюда например вот так потом опять откаты да и дальше вот туда вот допустим дальше вот так вот да тут какая-то консолидация например и дальше может пойти вот там туда уже дальше к следующим целям там уже высоко там уже высоко там уже 0 8 если по факту то ну посмотрим будет ли такое будет ли такое конечно потому что выход хороший но нужно чтобы он продал тут тоже был выход помните вот был выход и залились хотя здесь уже другой тут если открыть недельный график вы посмотрите просто ребятки вот очень похоже на вот это очень похоже на вот это вот смотрите просто тут даже больше консолидация вот очень похоже на эту ситуации потом после этого мы дали значит сколько тут 15x 120x вообще ну тут так не будет понятно 20x он не даст но я думаю что может там 5 там 6 доллара может достать то есть там 15 10-15 иксов я думаю что это реальная картина потому что капитализация уже все-таки ну и тут нисходящая линия тренда если ребяту тоже пробили протестировали и консолидация так набрали объем здесь огромный не у часу принципе его ничего уже так сильно не держит то есть реально может пойти хотя здесь тоже был такой импульс и залили но там счастливы решение еще после говорят что вы вроде бы вы должен выиграть если это будет так может уже кто-то что-то знает если это будет так ребят то конечно да ripple может спокойно там до пяти долларов дайте вообще очень легко и такая консолидация вы сами понимаете тут арили достаток подвижений но сколько здесь бosh давления они тоже тоже есть это fib with you i Feel memories во другими text1 это такого Fully выберет ответ но здесь не надо играть тем более Roland Смотрите, вот это все может быть просто набором большим. И, конечно, реализация этого объема будет огромная. Чем больше берут, тем сильнее потом движение. Главное тут раньше времени не закрыться. Вот при выходе выше 0.51.7, вот это вот, на недельке, если закроется, то я думаю, там полет будет на 0.8, 0.9, может даже на 1.5. Посмотрим. Желательно, чтобы он быстро не летел, ребят. Ну, такое может быть, конечно, такое. Но желательно, чтобы он шел медленно. То есть медленно, ровно и по направлению тренда. Вот это было бы идеально. Тогда он может вырасти очень много. Если быстро полетит, то, я думаю, много прям не будет. Но очень интересно рипл. Кто хочет, можете попробовать где-то взять 0.42.4. Если там будет точка, конечно, со стопом, вот сюда вот с откатом. То есть если сюда дотянутся, то можно рассмотреть. Если нет, то может где-то тут консолидация будет какая-то. Ну, то есть обязательно, конечно, подождите, не спешите. То есть вчера был импульс. Скорее всего будет продолжение, но не факт. Мог уже встать на 2-3 дня в рейндж, а потом только пойдет. То есть такое тоже бывает. Что они сразу прям, импульс сразу все, все зашли и он улетел. Такого не всегда будет. То есть тут тоже, если мы посмотрим по истории, вот видите, импульс, потом еще один и потом откат. Но если он шел по тренду вот здесь, вот импульс видите, потом вроде бы продолжение здесь и нифига. Он постоял, постоял, потом только пошел. То есть сейчас тоже похоже, что там может быть. Поэтому смотрите, тут уже по точке где-то. Я тут сижу, у меня там, не помню, сколько тысяч монет этого рипла. Давно уже. Мы там набирались. Уже там 3 года назад. Я уже забыл об этом. Ну, думаю, уже досидим там до 5-7 долларов, чтобы выйти. Потому что жалко будет. Сидел там 3 года, чтобы что, закрыться там 100% или что. Дальше, ребятки, у нас Тезос еще остался. Тезос, значит. Тезос, вот была зеркалка. Пробили, вернулись. Значит, сейчас вот протестировали вот этот уровень. Вот этот вот, ребят. Видите, 0.1.2. Вот он, тоже зеркальный уровень. Сложный, обратно. Ну, пока что даже не знаю, что тут. Пока я может где-то отсюда посмотреть. Ну, такое тяжело. Я думаю, что если рынок весь ломанется наверх, то ломанется все, ребят. Это понятное дело. Ломанется все сразу. Поэтому нужно обязательно пока дождаться вот этой ситуации. И потом заходить уже на продолжение. То есть, или где-то со стопами. Но я говорю еще раз. На стопах могут, вначале могут дать хвост вниз, резко всех вынести, а потом пойдет. То есть, вот тут есть в этом риск. Поэтому я перед новостями не очень люблю заходить именно со стопами. Потому что могут... А без стопов стрёмно, потому что вдруг что-то не так. И могут слить вообще там на 20-30% сидеть, засаживаться против себя не хочется. Вот именно тут уже смотрите сами. Либо подождать ставку уже, но на ставке может улететь, не успеете зайти. Или уже просто тогда заходить сейчас со стопом. То есть, если вынесу, то вынесу. Ну, как бы как-то так. То есть, тут уже как бы сам каждый принимает. Но анализ есть. То есть, есть инструменты более направленные. Есть вот эти вот меньше. То есть, это тоже момент. Поэтому, ребятки, вот на этой позитивной ноте заканчиваем. Значит, думаю, что биток все-таки нас достанет до 30-32. Дальше посмотрим, что будет. Если кто хочет открыть счет, обязательно приходите по ссылке ниже. Маркетс наши партнеры. Никаких проблем там с выводом, сводом нет. Есть 500, вот тут даже 578 инструментов. Вот разных там фьючей. И там что хотите. Прям торгуйте и крипту. Все в одном терминале. Удобно, классно. Поэтому, ребятки, кто хочет, welcome. Если какие-то вопросы, я всегда там говорю. Если что-то не так, можете мне писать. Если у кого-то там что-то будет, какие-то вопросы, я там с поддержкой на прямой связи. Если что-то не так, то можем написать. Но пока никаких вопросов не было. Вот честно вам скажу, сколько уже с ними. Раньше всеми компаниями, которые сотрудничали, имею в виду не по крипте, а в общем, то какие-то постоянно были нюансы. Тут, в принципе, никаких нюансов нет. Все четко работает. Поэтому, ребята, отличного дня. Всем не забывайте о рисках. И увидимся в следующей неделе. Всем пока.